Девушки отдыхают... Найдите виновных, Анкрайди! Найдите и убейте! Иначе ваш рот будет проклят до сотого колена! Альтернативные варианты. Я так поняла, что в нашем основном прохождении Керис стала королевой из-за того, что мы помогли Керис. Теперь у нас есть вариант либо помочь Хьялмару, и таким образом он станет королем, или сделать так, что вы сами справитесь. И вот это вот я даже не знаю, что за вариант такой. Давайте поможем Хьялмару. Мне вот интересно, что с ним тогда. Я еду с тобой, Хьялмар. Не знаю, куда, но поехали. Я знал, что от такого похода ты не откажешься. Я останусь здесь. Кто-то должен всем этим заняться. Позвать знахарей, выдать тела родичам. Волк, спасибо тебе. Итак, мы выдвигаемся за Хьялмаром. Едем в Вархалу! Галопом! Вархалу галопом. Интересно. Так, приехали. Что это за место? Может объяснишь наконец, что мы делаем? Помнишь двух громил, с которыми я бился на кулаках? Вильткарлов. Ты о них что-то говорил в начале пира. Да-да-да-да. Это их деревня, Форнхала. Это они превратились в медведей, как в легендах о берсерках. Я видел это собственными глазами, пока остальные таращились на молодого Лугаса. Он поспорил, что выпьет бочку пива залпом. У него почти получилось. То есть Вильткарло превратились в медведя. Вот это поворот. Так, а почему ты сразу-то не сказал? Почему ты сразу не сказал? Тогда при всех. Потому что началась бы болтовня, расспрос и дрязги. Словами мне не смыть позора с моего рода. Только делом. Так, а что ты знаешь об этих Вильткарлах? Мы вроде как спрашивали. Что еще ты знаешь об этих Вильткарлах? Они не принадлежат ни к одному клану. Не берут себе жен, не заводят детей. И как они размножаются? Почкованием? Нет. Те, кто хочет посвятить жизнь сражениям, приходят сюда, чтобы к ним присоединиться. Летом они охотятся, ходят в набеги. А на зиму идут спать в пещеры. Вместе с медведями. По крайней мере, так говорят. Есть такое чувство, что это не просто разговоры. Так, слушай. Ну и что теперь? Что теперь? Все просто. Мы приняли Вильткарлах под свой кров. Разделили с ними еду и питье. А они пролили кровь. Значит, кровью и заплатят. Ну, теперь, как мы знаем, что не все так просто было. Так, простой план мне так и нравится. Хотя бы одного надо взять живьем. Да, да, да. Хотя бы одного надо взять живым, чтобы он мог свидетельствовать. Перед. Здесь небольшая земля. Чтобы свершилась справедливость, нам не нужен суд. А тебе не кажется, что ими могли просто воспользоваться? Вот, 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 вот. Тогда они умрут по своей глупости. Хватит болтать. Идем. Да, Хелмор. Тебе только ничего махать. Ну что ж, пошлите. Пойдемте. Никого нет. Они знали, что я за ними приду и сбежали. Да ладно. Судя по твоим рассказам, смелости им не занимать. Давай осмотримся. Может быть, они недалеко. Смотри. Там, наверху. Кажется, труп. Надо проверить. Похоже, их тут всех перерезали, между прочим, этих бельткарлов. Так. Наверху труп, да, говоришь? Давай посмотрим, во-первых, взглядом. Подождем факела. Пошли наверх. Какая-то деревня у них тут, прямо скажем, уже вся разоренная. Так, мне кажется. О-о-о-о-о. Пяточки. Пяточки. По ниточке до клубочка. Так, по ниточке до клубочка. Только Гера, давай-ка сначала посмотрим, откуда идет этот клубочек. Тем более такие кровавые пятки. Так, подожги еще, Пакел. Снял Мартес со мной, да? Молодец. Ага. Так вот тот самый клуб. Раны по всему телу. Но он погиб не от потери крови. Кто-то свернул им ушей. Добил. Что здесь происходит? Неважно, тело еще теплое, они недалеко. Идем. Кровь. Смешанная с жалчью. Гляди. Похоже, здесь кто-то прошел. Среды ведут в гору. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Следы ведут в гору, а то мы посмотрели. Ага, подожди-подожди-подожди-подожди. Вот отсюда он покажет. Что-то я не слышал о таком обычном. Я вот тоже ничего такого не припомню. Так. Какой-то старый алтарь. Вещь покрыт рунами. Я знаю эти знаки. Язык наших прадедов. Свальблад. Холера. В чем дело? Что это? Это имя? Да. Имя божества, которое запрещено почитать. Все посвященные ему алтари сожгли много лет назад. А его жрецов связали, посадили на Драккары без парусов и отправили в море. Так. А чем вам не угодил этот свальблок? Не стоит бояться богов. Да, чем он вам так действительно не угодил? Кто-то божок. Он сам? Ничем. Зато его почитатели едва не утопили скеллиги в крови. Понимаешь, свальблад требует жертв. Ах, вот оно что. Человеческих. Держи меч наготове. Странный запах. То ли курение, то ли приманка. Какую иногда используют ведьмаки. На кого? На медведя. Честное слово, у тебя нюх, как у собаки. Лучше. Пойдем со мной. Сказали мы с Герой. Лучше. Так, что тут взять? Темное железо. Подождите, 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 я понимаю, что ты рвешься в бой. Смотрю, он тут еще мисочка есть. Хотя мы ее, наверное, уже не можем посмотреть, да? То есть, я так понимаю, что это... Да, Гера, мы хватит кувыркаться. Господи! Игра, дай мне, дай мне точку соприкосновения. Нет, не дает мне игра точку соприкосновения. А вот и эти жертвы, одежда. шестерых мужчин на только одно тело. Как это одно тело? А, да? Одежда. Шестерых мужчин на только одно тело. Синяки по всему телу. Костяшки разбиты в кровь. Он дрался на кулаках. До конца. Это какое-то испытание или что? Скорее всего. Или очень крылавая забава. По-моему, этот не похож на Вильдкарла. Точно. Уже в плечах, без татуировок. Любопытно? Так. Так, 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 так. Вот его, очевидно, в жертву принесли. Да? Вот тут тоже еще. Одежда. Шестерых мужчин на только одно тело. Шестерых мужчин. Мне это уже не нравится. Так. Ну, это понятно. Это надо было вот изначально сюда прийти снизу, да? Когда мы сюда пришли. Я, конечно, пошла в другую сторону. Ну, да ладно. Давайте пойдем по запаху, который мы тут почуяли. Где мы, в принципе, уже и ходили. Да-да-да-да-да. Вот этого товарища мы уже осматривали. Может, сюда зайдем? Никаких женских нарядов, никаких пищей, игрушек. Я говорил, в Фарнхале живут только мужчины. Их некому будет оплакивать. Суровые, суровые. Только мужчина, Геральт, куда ты смотришь? Смотри, тут есть мешочек с прахом. Так. Загасить? Нет. Геральт, почему у тебя голова повернулась? Очень странно ведет нас сегодня Геральт. Как-то с повернутой головой ходит. Возможно, это говорит о том, что пора выходить из этого дома и идти по заданию. Очень странно. Это стал себя вести. Головой крутить. Направо, налево. Так. Ну что, идем по следам. Идем по следам. Да. Так, а что у нас тут? О, сундук. То есть, подождите. Сейчас мы все найдем. Да, мы разберемся. Ну, вот они, пяточки, куда ведут. Да. Ну что ж, идемте. Ага. Ага. Понятно. Ну, давайте осмотрим все, что тут есть. Вот, смотри, Геральт. Вот, смотри. Человеческие скальпы. Необычное украшение. Скальпы? Слушайте, точно скальпы. Велки. Так. Рукавицы набиты гвоздями. Красные от запекшейся крови. Хотела бы я такой рукавичкой получить. Так, вот, смотри, что тут еще видно. Угольный камень. А здесь какой-то красный. Охра, угольная пыль, сок Вайды. Краски для татуировок. Я им сейчас сделаю татуировки. Ялмар, подожди, давай все осмотрим. О, господи, это тоже скальпы? Я надеюсь, что это грибы. Сушеные грибы. Да. Похоже, веселушки. Геральт, хватит уже там рыться. Да вот, подожди же ты, веселушки, грибы, грибной суп. Грибы были в этом отварены, это исчезные, да? А в этом меду добавляли веселушки. Так, ну что ж, мы все вроде осмотрели. Скальп, перчатки. Тут еще есть бочечка. С прахом. Так, ну давай. Вот, смотри. Крышка в полу спрятана под медвежьей шкурой. Классика. Ну ладно, открывай. Так, осмотреть пещерку. Пошли. Подожди, Керальт, подожди, но там же есть лестница, не надо туда падать сразу, или как. Вот. Я тебя знаю, ты сейчас прыгнешь и убьешься. Воздух густой от курений. Я сейчас сплю, как если бы... Сссс, послышал шум внизу. Наконец-то. Вы ищете смерти? Мести. И ответа. Зачем вы напали на Каэр Трольда? Мы пришли на пир не за тем, чтобы убивать. Но мы не жалеем о случившемся. В каждом стадии есть слабые. Они должны погибнуть, чтобы дать место тем, что с сильной кровью. Как люди, тела которых мы нашли? Как люди, тела которых мы нашли? Все понятно. Сильная кровью. Это ты о чем, действительно? С сильной кровью? О чем ты? О медведице. И ее потомке. То есть... Хватит болтовни. Верно. Болтовня меня утомляет. Это было коротко. Он сейчас в медведя превратился. Я так и знала. Вот это да. Ялмар, держись. Медведи нам не страшны. Ну, от него мы уже ничего не узнаем. Нам и не нужно. Все ясно. Кровь за кровь. Так, ну слушай, они могли действовать с кем-то в сговоре. Ты понимаешь, что они действовали с кем-то в сговоре? Что они могут быть только частью заговора? У Анкрайда всегда были враги. Пусть строят заговоры, пусть нападают. Все закончат, как Вильд Карлы. Голоса. Там еще кто-то есть. Я на это и рассчитывал. Пойдем. Так, подожди, 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 Анкрайд. Дай-ка мне факел. Больно уж тут темно. Так, и давайте-ка посмотрим, где тут медведь. Снять шкуру? Ну да. Молодцы, оборотень. Какая с него шкура? А вот и веселушки, я так понимаю, или что-то в этом роде, да? А, вот, подожди, вот же, вот же, вот же. Шкура Вильд Карла. Вау. А вот мне интересно, друзья, подождите секундочку, где мы находимся? Так вот, как бы, чтобы знать. Так, деревня Форн, Форн Хала. Ага. Я к тому, что если сюда прийти, вот не помогая, а к Ялмару, а просто так. Интересно. Керточка, ты у нас пожарник. Грибочки. Слушайте, а это не тот самый, как его звали, этот равник? Нет, вроде другой, они похуже просто. Свальблот! 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 Сили твоей взываем! Свальблот! Свальблот! Кормил мишкам обалдеть. Ах, вот они как. И они переродились в медведей. Будучи съеденными медведями. Сама сойти. Даже цепочки остались. О-о-о. Допросись друида. Да-да-да-да. Ну-ка, чтобы допросись друида, я так понимаю, Геральт. Надо... Надо того друида поймать. Так, а где мы вообще? Пошли, Филмор. Только ты, пожалуйста, тут это... Не погибни. Так, Герочка решила достать факел. Ну-ка, пошли в друиду. Наши деды запретили чтить свальблода под угрозой смерти. Что? Откуда вы? Искайр тролльды. Ты, наверное, знаешь, по какому делу. По делу, которое тебя не касается, мутант. Дело чести и гордости. Эта резня не имела ничего общего с честью, вот именно. В том, что случилось в крепости краха, никакой чести я не увидел. Это была обычная резня. Не видишь в темноте, а сам слепец. Мы пролили эту кровь за Скеллиге. Из-за короля, которым будем гордиться. Да насрать мне на твои намерения. Имя. Да я скорее умру, чем скажу. Ух ты! Пробудитесь и спейте крови! Ты смотри-ка. Герочка, держись. Пока он там... А, там еще и Мишка. Может, надо было сначала Мишек убить? У-у-у. Это был один, так, Герц, съешь что-нибудь. В одном нужно им отдать должное. Смерть они не боятся. У-у-у. Письмо. Оказывается, Вильдкарлы были слепым орудием в руках этого друида Артиса. Он должен был стать новым советником короля, взамен натравить Вильдкарлов на ваших гостей. Дешево он продался. Ух ты ж, как это все банально. Письмо подписано? Нет. Такие письма не подписывают. За всем этим стоит кто-то еще. Так, ну ты подозреваешь кого-нибудь? Ты подозреваешь кого-нибудь? Я знаю многих, кто жаждет короны. Но никого, кто ради нее пал бы так низко. Кто бы это ни был, он может ударить снова. Значит, я буду настороже. Так, ну что теперь? Так что теперь? Я расскажу ярлам, что мы здесь увидели. Надеюсь, этого хватит, чтобы очистить имя моего рода. Пойдем. Нам здесь делать нечего. Как, 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 как? Подожди. О-о-о. Ух ты. Они напали на нас. Вильдкарлы. Хочешь сказать, что они превратились в медведей? Что они берсерки, которыми нас пугали няньки, так? Я видел, как они превращались собственными глазами. А Фрею верхом на дикой свинье ты случаем не видел? Ты узнал столько же, сколько твоя сестра. То есть ничего. Так, вот пошлите людей в Форнхаллу и убедитесь. Пошлите людей в Форнхаллу и убедитесь. Я там бывал. Нищая деревушка, парахат. Что там интересного? Храм Свальблода. Продолжай, Хьялмар. Я нашел предателей и отомстил. Это все. Нет, не все. Вильдкарлы были с кем-то в сговоре. У одного из них я нашел вот это письмо. Да-да, Пирона, да-да. Теперь-то мы знаем. Улики. Слишком мало, чтобы указать на виновного. Не за этим мы здесь собрались. Ты смыл позор кровью врагов, Хьялмар. Как старший из ярлов, я возвращаю доброе имя твоему роду. Расстанемся в мире. Значит, это правда? Войны, которые умеют превращаться в медведей. Я видел их обряд превращения. По сравнению с ним, наше испытание травами детские забавы. Вильдкарлы понесли наказание благодаря вам с Хьялмаром. Но настоящий враг затаился. Скеллиги ждут трудные времена. Ну да хватит об этом. Еще раз спасибо, Геральт. Еще раз не за что. Оставь уже скромность. В конце концов, ты на земле героев. И пусть этот подарок тебя об этом напоминает. А теперь я еду под Гидденейд на совет Ярлов. Пора назвать короля. Как думаешь, на кого пойдет выбор? Поедешь со мной, сам все увидишь. На нашем совете может присутствовать каждый. Так, ну что ж, давайте поедем уже на этот совет и посмотрим на коронацию. Не откажусь. Тем более у меня есть свой фаворит. Я так и думал. Ну да, фаворит не фаворит. Но, как видите, тут не выявлен главный враг остался. Поэтому я так думаю, что этот вариант мы, наверное, не оставим с вами. Мы вовремя. Наверное, уже начали. Недавно мы вернули морю Брана. Но сегодня Тризна кончается. Сегодня по воле богов и кланов ступит на трон. Новый король. Поздадим ему честь. Скеллигер сделал выбор! Он крик! Он крик! Он крик! Он крик! Он крик! Знаю, вы давно ждали этого. Идем на Нильфгард! Ялмар! 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 Он что, с ума сошел? С ума сошел? Ну, Нильфгард и все. Ялмар! 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 Жидкие аплодисменты. Да, друзья, вот именно поэтому я и меньше всего ставлю на Кирис. Как Кирис, а Вискар! Как? Кирис, а Вискар! Как? Кирис! Я боялся, что после гонки за короной вы разговаривать друг с другом не будете. Что? Я их Ялмар? Да ты с ума сошел! Вы состязались вполне серьезно. Состязание состязаниями, но самое главное, мы с ним одной крови. Так, и ты не злишься, что проиграла? Ты не злишься, что проиграла? Конечно, я бы предпочла быть на его месте, но мой брат силен, у него есть обаяние. Уверена, что люди за ним пойдут. Ага, на смерть. А если он будет задаваться, отец тут же утрет ему нос. Можешь быть уверен. Да, но отец не вечен, Кирис не вечен. Так, ладно, будь здорова. Передай ему мои поздравления. Непременно. Так, ну что в дело расскажешь мне? Ты заслужил это. Знаю. Хотя я предпочел бы победить, ну, скажем, Луга Сосинева. Да хер с ним. Выиграл и выиграл. Спасибо, дружище. Так, ты выступаешь на Нильфгард, но как мне это очень интересно. И что теперь? Выступаете на Нильфгард? Если мы теперь ударим на черных с моря, разобьем их в пух и прах. А остатки кабаньями прыжками вернутся на свой сраный юг. Ты ненормальный. И быть себе королев, будь здоров. Будь здоров, Ялмор. В этой альтернативе ты можешь еще порадоваться своей победе. Ну, на этом, пожалуй, все. Друзья, нет. Ялмор у нас явно не будет королев. Смотрите, не сразу обратила внимание, это, по-моему, это ладья, это лодка. Да, это корабль. Перестроенный в такую вот трибуну, что ли. Интересно. Так, а что скажешь, Хольгер, черная рука? Хольгер, черная рука, черная рука. Кто еще у нас тут есть из-за влиятельных лиц? Ага. Хольгер, хранит нового граня. Понятно. Так, кто у нас тут? Скальк ясно. Ты. Воин клана. Интересно. Ну, и все остальные радуются. Очевидно, воины радуются, а люди полнее. Замневаются. А главное, что есть опять, что выпить и закусить. Так, друзья, ну мы с вами сейчас в отметке. Дуб геденит. И там какое-то задание. Но, друзья, мы с вами давайте остановимся под дубом геденитом и перейдем к другой сохранке, которая была у нас до принятия нашего решения идти с Ялмором. Как тут красивый вереск. Луна. Друзья, просто эпик. К сожалению, не могу придвинуть ближе. Ну вот как-то так. Как-то так. Дерочка наша просится прямо на скриншот. Так что увидимся с вами через пару секунд в другой альтернативе. Итак, друзья. У нас с вами третья раскладка. Итак, мы помогали Керис, мы помогали Хьялмору. А теперь давайте скажем, что они сами справятся. Я вижу, вы сами отлично справитесь. Наверняка. Прощай. То есть... И всё? Ага. При этом... Смотрите-ка, давайте-ка посмотрим на этих медведей. При этом у нас тут всё. Никаких заданий не осталось. Мы можем, конечно, осмотреть. Геральт ничего при этом не говорит. И задание у нас выполнено. Это странно. Да ладно. Так. Ну-ка, чёрная рука. Хольгер? Хольгер. Как дела на фарерах? Как дела на фарерах? Как всегда. Свистит или вмя льёт. Гордостью о тебя так и пышет. А чего тут скрывать? Фареры — это скалы, поросшие соснами. А нам большего и не надо. Сосну не навешься. Зато из неё можно сделать дракар и съесть то, что вырастили другие. А перед этим забрать их золото и женщин и сжечь дотла их халупы. Так живёт клан Димун. Да, Димун. Прощай. Прощай. Сфарер. Так, ну что ж, Димун у нас остался единственная выжившая, я так понимаю, среди всех. Тут у нас тут горела свеча. Не знаю, друзья. Вот как-то вот странно такая раскладка. Хотя, в принципе, я вроде как говорили, что если я хочу, чтобы поставить с Ванриги... Так, ну-ка, Хьялмара, ты мне что скажешь? Как оно, Геральт? Да ты и Цири росли вместе. Вы с Цири одно время росли вместе? Да. Она половину детства провела на островах и всегда держалась рядом со мной. Такая была замухрышка. Но на коньках бегала лучше всех. Как-то раз я расквасил себе рожу об скалы, пытался ее обогнать. А потом вы заявили краху, что собираетесь пожениться. Ты слышал об этом? Да, тогда нам было лет по 12. Отец ремнем выдрал из меня всю любовь. Вот бы взглянуть на нее, какая она сейчас. Ага, значит, любовь не вся была выдрана. Ну да ладно. Так, и что, собираешься в очередной поход? Собираешься в очередной поход? Обязательно. Ледяной великан, это только начало. Впрочем, кое-кто уже поговаривает, будто он вовсе не был таким уж большим. А что с людьми Сундвика? Вы должны были им помочь вернуться домой и отстроить Урскар. Керис все сделает. Ага, понятно. Будь здоров. Будь здоров, Анкрайт. Так, и вот у меня бы еще это самое найти, Керис. Кстати, куда он? Он просто тут стоит, да? Я бы нашла Керис и поговорила с ней. Давайте попробуем вернуться, что ли. Она здесь же вроде как оставалась. Да, вот она. Вот она, Керис. Поговорит с ней, что она думает. Так, все оплакивают Брана. Жаль, когда умирает такой человек, как Бран. Все говорят, что он был добрым королем. Потому что об умершем иначе говорить не годится. Значит, ты с этим не согласна. Бран всю жизнь провел в море, а в его отсутствии распри разъедали острова изнутри. И люди злились, что некому разрешать их споры. Но потом Бран возвращался с добычи, устраивал пиры, мед лился рекой и люди снова его любили. Вибрищ. Будь здорова. Как обычно, как обычно. Так, что ж еще мы можем тут выведать, разведать и посмотреть. Так. Ага. Вот сам крах. Давайте-ка с ним поговорим. Скажу тебе, Геральт, после того, как вы с Хьялмором одолели ледяного великана, ты для меня один из нас. Я похож на жителя Скеллиги? У тебя сердце Анкрайта. Так. Хаммонда. А зачем мне искать Хаммонда? Так. Во-первых, что... Вести о резне в замке. Есть новости о резне в Каэрт-Ролле. Мы еще не разобрались во всем. Я бы не стал делать поспешных выводов. Так. Ну, а на островах что? А что нового на Скеллиге? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды. Но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. Угу. Так. А Хаммонд? Где его найти? Я ищу человека по имени Хаммонд. Ха-ха-ха. Что в этом смешного? Вот именно. Он заправляет всеми пиратами на фарерах. У него сильный флот, а сам он заноза в заднице у всех кланов. А пуще всего у Хольгера, которому приходится с ним договариваться. Я все еще не понимаю, что здесь смешного. И от него, похоже, чего ты хочешь. А у Хаммонда на таких, как ты, не хватает терпения. Не успеешь ты сказать и пары слов, как он велит тебя бросить в яму с медведем. Тогда ты убьешь, Хаммонда. И мои неприятности закончатся. Потому я и смеюсь. Ну, ты логичен, просто. Посмотрим. Я отправляюсь на фареры. А, мы отправляемся За голову Хаммонда назначена награда. Как все закончишь, возвращайся, и я тебе заплачу. Это распутывая клубок. У нас задание дополнилось, оказывается. Так, ну что ж, клубок мы будем распутывать, только, конечно, не в этом прохождении, потому что пока что непонятно в таком раскладе кто становится кто становится у нас королем. Можно догадаться. Так, здесь я не буду ничего оббирать, друзья, потому что сейчас-то я я это явно не буду оставлять эту непонятку. Хотя, как я вот пыталась уже сказать, пока мы сюда не вошли, что мне говорили, что при таком раскладе остается сын Вирны, выскочила сейчас у меня, друзья, как его зовут, сванриги. Остается сванриги, королем. Ну, как-то пока что это все у меня. Ух ты, живые. Живые кубышки падают с полочек. Так, а здесь что? Гераль, подожди, не надо этого делать. А это ты, что сделал? Ау, с палками. Пришел, увидел, наследил. Давай-ка мы здесь посмотрим все, все, что здесь есть. Насколько мы можем куда-то зайти? В библиотеке. И осмотреть эту обстановку, потому что, на самом деле, друзья, это ужасно интересно. У меня, по крайней мере, вот это все прорабатывало. Смотрите, мозаика, роспись. Можно мимо всего этого пройти и не заметить. Но дворец Санкраха, конечно, великолепен, что и говорится. Так, вот здесь еще есть какие-то покои. спальня. Может быть, даже и королевская. Посмотрите. Ох, эта кровать, я бы сказала, даже на троих. Очень интересно. Прямо-таки королевская. Так что, я думаю, что да, камин в каждой комнате. Что, собственно говоря, была роскошью для средневековых замков. Там был камин только в главном зале, но и в лучшем случае в спальне. А так все спали на крыше с шкурами. И стекол в окнах тоже не было. Да и окон, фактически, если и были, то узенькие бойницы. И, собственно говоря, особенно в северных районах, в северных странах, не до окон в замках было. Так, вот. Ну вот, друзья, так что, вот такая вот у нас альтернатива с... 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 насколько я понимаю, хотя... что-то как-то очень странно. Так, давайте сделаем быстрый переход туда, куда нам надо. Карл Тролль, да, мне надо, куда? Мне надо к Йеннифер. надо к Йеннифер. Сюда. Но здесь мы не знаем еще. Так что сюда нам надо будет передвигаться таким путем. А где была эта деревенька? А, вот она, деревенька с медведями. Вот она, вот она. И сюда, в принципе, тоже можно наведаться и действительно уже разведать без того, чтобы ходить за Хьялмором. Вообще, конечно, с Келлиги огромный. И если здесь мы еще более-менее все осмотрели, а бегали, да, то на этих островочках нам еще предстоит много чего, много чего, особенно на этом большом. Так, ладно, друзья, тогда давайте, что ж, здесь, наверное, попрощаемся. Вот такая вот альтернативная проходка была и, естественно, я не буду оставлять ни вариантов в Адрике тогда, хотя, как мне показалось, к этому персонажу мало внимания уделено. Как-то так вот вскользь, хотя на самом деле среди всех кандидатов на трон, лично я считаю его более достойным, потому что поступок очень сильный с его стороны, зная, что ему грозит изгнание, что матери грозит смерть, возможно, и ему грозит смерть, принять все-таки решение и рассказать правду, не боясь, собственно говоря, этой самой правды, не боясь за свою жизнь, не боясь за свое положение. Это очень-очень сильный поступок. Но, тем не менее, я так понимаю, что свадьбе у нас все равно не будет королем, а оставим королеву Керес. Это более разумно, как я считаю, чем идти сейчас под крики ура-ура и нападать на эльфгардцев. Так что, друзья, давайте увидимся с вами в следующей серии в той серии, где Керес будет королева и пойдем дальше посмотрим, что, какие приключения нас дальше ждут. Огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел, друзья. Всего хорошего и пока-пока-пока. Чао.